Но возвращаться некуда, пока что, пока война. Когда все отстроится, когда все будет хорошо, ну, я хочу там жить. Ну, я не жалею, что я уехала, правда, за близкими я очень скучаю. Даже если мама скажет тут жить, я все равно уеду в Украину. Куда пришло очень много людей, даже очень старая бабушка, ей почти уже, можно сказать, сто лет. Ну, там даже не было где присесть, и уже некоторые люди, они просто туда наносили все свои вещи и там жили. Потому что, ну, были обстрелы, ну, слышно везде, то есть там уже у каждого свое место, типа как мини-домик. Ну, просто уже каждый знает, где свое место, и туда приходят, туда, ну, люди не садятся, у каждого свое место. И там все там быстро бежали, там я даже, у меня в ногах запуталась собака, я упала. Сирена, но у нас такой район, то, что сирена не слышно, и мы там почти каждые пять минут проверяем в телефоне, нет ли оповещения, там, сирена или что-то такое. Ну, мы ходили в бомбоубежище один раз, потому что, вот, когда мы там просидели, нам сказали, все отменили, мы идем, ну, уже возле нашего дома, и там начали стрелять. И мы так испугались, мы не знали, куда бежать. Мы побежали быстро домой, там, ну, у нас даже свет отключали иногда, и после этого случая мы не ходили в подвал, мы были только в коридоре. Там, допустим, если происходит взрыв ночью, мы быстро бежим туда, и ложимся, и спим. Иногда там прилетел над нами самолет, и буквально через несколько минут был взрыв. И, ну, и мы просто физически не успевали добежать. Бабушка с дедушкой, они не хотели прятаться. Пряталась только я, мама, моя тетя, моя сестра двоюродная, кошка и собачка. Ну, у нас соседи, у них был маленький ребенок, и они постоянно бегали, потому что они боялись за него. Ну, а мы, ну, не бежали. У нас даже, когда у нас бомбили станцию, там, где всякие, ну, светом, водой, все такое, у нас разбомбили ее. Ну, не сильно, а там повредили. И устанавливали, и, то есть, у нас все отключили, у мамы 20% заряда нам бы не хватило. У меня только был телефон полностью заряжен. И вот, у нас там было несколько взрывов, то, что было огромное зарево, как будто бы дом по соседству подорвали. Там такое большое зарево было, там люди все массово бежали в подвал. Ну, а мы остались дома, и потом, когда тревогу отменили, мы легли спать, и мы просыпаемся. И, то есть, я помню, у меня был мобильный интернет, и мы, помню, с мамой днем смотрим новости. И я смотрю, у меня, ну, появляется значок Wi-Fi. Мы были, ну, настолько рады, то, что включился свет, потом через несколько минут включилась вода. Да, ну, это было настолько для нас счастье, даже не знаю, как передать. Подруга моей тети, она рассказывала то, что насиловали женщин, приходили, их насиловали и убивали. После того, как она это все рассказала, буквально через несколько дней, моя тетя звонит ей, и она не может ей дозвониться. Она ей звонила, ну, раз в 15, она не смогла дозвониться. Скорее всего, она уже мертва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...